Как обнаружить обман? Основные признаки побывавшего в аварии автомобиля. Выбирая для покупки бывший в употреблении автомобиль, большинство украинских автомобилистов опасаются приобрести машину с аварийным прошлым. Насколько это оправдано, мы упомянем ниже, но сначала предлагаем несколько главных признаков, побывавшей в ДТП машины. Об основных маркерах, издающих битый автомобиль, читайте в материале РБК «Украина». При подготовке статьи были использованы публикации издания Автобилты от Осентр. На первый взгляд, надежный признак неудачного ремонта после аварии – неровные зазоры между деталями кузова. Все щели между дверями, крыльями, бамперами, капотом, крышкой багажника и т.д. могут быть не одинаковы, но минимум равномерны по всей своей длине. Выказывает после аварийный ремонт неправильно подобранный оттенок краски при перекраске отдельных деталей. Машину нужно осмотреть при хорошем освещении и с разных углов, расхождение между цветами обычно проявляются на соседних деталях. Детали крепления. Во время демонтажа наружных деталей бамперов, дверей, капота и багажника на болтах, саморезах и разного рода крепящих клипсах, остаются царапины. Начинайте поиск с лючка бензобака, потому что его часто снимают для предъявления, маляру образца цвета для подбора краски. Имейте в виду, что одна деталь с завода не может крепиться несколькими болтами, а для контроля посмотрит, как крепится аналогичная деталь с другой стороны машины. Лакокрасочное покрытие. Только маляр высокой квалификации может покрасить машину так, что это будет незаметно для рядового эксперта-оценщика. На заводском ЛФП не может быть микрократеров и отпечатков частиц пыли, трещины вспучивания. Не может отличаться фактура лака двух соседних деталей, волнистая поверхность, так называемая шагрень, блики, кругообразные следы микрорисок, вокруг отражения света у поверхности. На неокрашенных резиновых или пластиковых деталях не должно быть следов краски или светлого полироля. Профессиональные перекупщики пользуются толщиномером, проверяя толщину ЛФП на разных деталях кузова в зонах, но для этого нужно знать заводскую толщину покрытия конкретной модели, причем в каждой зоне кузова. Неродное покрытие обычно существенно толще заводского, однако высококлассные маляры давно уже умеют выдерживать заводскую толщину ЛФП, как они говорят, под толщиномер. Но услуги таких мастеров стоят дороже обычного, и для ремонта недорогих машин их не нанимают. Интерьер. Проверенный индикатор участия в аварии, следы срабатывания подушек безопасности, выстреливая со своего места, они разрушают обивку руля, стоек крыши, торпеды и сидений. Есть популярные модели, в которых при срабатывании правого переднего аэрбега обломки, разорванного торпеда достают до лобового стекла и разбивают его. А значит, можно сравнить клеймо на лобовом и других окнах. Во-первых, стекло должно быть оригинальным, и во-вторых, в тавре часто бывает зашифрована дата выпуска, которая не может значительно отличаться от других окон. Кратко. Участие в аварии, даже в более или менее серьезной, не является автоматически признаком того, что такую машину нельзя покупать. Ведь угроза не в самом давнем приключении, а в том, насколько качественно были устранены ее последствия. При том, что современные технологии так называемого восстановительного ремонта позволяют привести машину фактически к первичному, до аварийному состоянию. Да, это стоит недешево, но в развитых странах достаточно случаев, когда в этом есть смысл, например, если сама машина достаточно дорогая или просто почти новая, когда владелец имеет выгодную страховку и так далее. Поэтому если на вторичном рынке вам очень понравился какой-нибудь экземпляр, но на нем вами обнаружены признаки ДТП, не спешите сразу уходить. Попытайтесь выяснить, когда, где и как выполнялся ремонт возможно, это было в официальном дилерском центре где-то в Германии. К тому же признак участия в ДТП – дополнительный аргумент во время торгов с продавцом. Напомним, недавно новости Украина рассказывала, на что влияет салонный фильтр и когда его нужно менять.